Привет! Я Ира, и это мой канал о русском по-русски. Сегодня в этом видео я расскажу вам о пятнадцати русских словах и выражениях, которые вы можете использовать, чтобы говорить о времени. Если эта тема интересна, продолжайте смотреть видео. Давайте начнем. Первое слово – слово однажды. И часто носители английского языка говорят один день. Это неправильно. По-русски мы говорим однажды, и это значит, что вы точно не знаете, в какой день в будущем времени и не говорите точно, в какой день в прошедшем времени. Например, однажды я была в этом городе. Когда-то в прошлом. Я не говорю об этом точно. Однажды я куплю себе этот дорогой телефон. Когда-нибудь в будущем. Я точно не знаю, в какой день. Следующее интересное выражение – через некоторое время. Что значит некоторое время? Это значит через неточное время. Вы или не хотите говорить точное время, потому что это не важно, или вы не знаете точное время. Например, через некоторое время после окончания университета он поступил на эту работу. Это значит, что вы не говорите через два года, через две недели. Вы не говорите точное время. Для вас это или не важно, или вы не знаете точное время. Еще интересное выражение – на днях. Например, на днях я хочу поехать в Суздаль. Что значит на днях? Это значит в ближайшие дни. Например, если вы говорите об этом в понедельник, это значит, что вы планируете поехать в Суздаль во вторник, в среду, в четверг, в пятницу или, может быть, в субботу. На днях – это в ближайшее время, в ближайшие дни. Очень интересное слово – спустя. Мы часто говорим. Два дня спустя он выздоровел. Что значит два дня спустя? Это значит прошло два дня, через два дня. Но это слово мы используем только если говорим о прошлом. Например, он выздоровел два дня спустя, но о будущем мы не можем так сказать. Следующее интересное выражение – в начале первого или в начале девятого. Когда ты уезжаешь из дома? В начале девятого. Что это значит в начале девятого? Это значит, что будет начинаться девятый час. То есть будет восемь – ноль одна, восемь – ноль две или, может быть, восемь – двадцать. Это начало девятого. Не середина и не конец. Вы можете посмотреть мое видео о порядковых числительных, а также можете посмотреть мое видео, где я рассказываю, как мы говорим о времени. Следующее интересное выражение – около часа. Около двух часов. Около пяти минут. Что это значит? Да, это значит не точно. Пять минут. Или не точно час. Примерно час. Может быть, пятьдесят восемь минут или пятьдесят девять минут. Мы ждали его около часа. Не точно час. Примерно час. И еще очень интересно, как можно сказать о том, что вы не говорите о точном времени. Вы можете сказать пять минут назад или вы можете сказать минут пять назад. Если вы используете первый вариант, вы говорите точно пять минут назад. Если вы говорите минут пять назад, это значит примерно пять минут назад, не точно. Например, он ушел пять минут назад. Я смотрела на часы. Точно пять минут назад. Он ушел минут пять назад. Не знаю. Примерно пять минут. Может быть, четыре, шесть или семь. То же самое можно использовать и со словом через. Он придет через две минуты. Точно. Он придет минуты через две минуты через две. Примерно. Следующее интересное слово – слово срок. И мы можем говорить я сделаю эту работу в срок. В срок. Что значит в срок? Это как синоним вовремя. То есть это значит, что я закончу делать работу тогда, когда нужно закончить. И если мы с вами уже сказали о слове вовремя, я должна рассказать вам о том, какая разница между вовремя и вовремя. Вовремя – значит в это время, не опаздывая. Он пришел вовремя. Он не опоздал. Во время чего? Во время концерта я была счастлива. Это значит, в то время, когда шел концерт. Надеюсь, теперь разница понятна. Еще очень интересное использование дат вот такое. Мы отмечаем Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. В ночь с на. Мы так говорим, чтобы показать дни, между которыми находится ночь. И здесь я также расскажу вам об интересном слове накануне. Накануне значит незадолго до какого-то момента. Обычно это день перед этим днем или перед этим моментом. Например, накануне Нового года все готовят вкусные блюда для новогоднего стола. Предпоследняя интересная фраза – одно время. Одно время я работала в туристической фирме. Одно время – это значит какое-то время. То есть вы точно не называете. Какое-то время. И последнее, о чем я хотела сказать. Иногда мои студенты, когда им нужно время, чтобы записать какое-то слово, говорят мне один момент. Нет. По-русски мы говорим одну секунду или секунду или секундочку или одну минуту, минуту, минуточку. Это значит, что мы просим немного подождать. Мы не говорим здесь момент. Нет. Итак, это все выражения, о которых я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, что вы узнали что-то новое и теперь будете использовать это в своей речи. Чтобы вы немного потренировались работать с этими новыми для вас словами и выражениями, на моем сайте о русском по-русски вы найдете онлайн-задание и диктант. Очень советую вам их сделать, чтобы попрактиковаться после того, как вы послушали теорию. Ссылка на онлайн-задание и диктант будет внизу в описании этого видео. Но если вы не сможете найти ее в описании, вы всегда можете найти все это на моем сайте о русском по-русски. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Я желаю вам удачи в изучении русского языка и до встречи в новых видео по понедельникам в 9 часов утра. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова